Братья и сестры, здравствуйте! Мы сегодня поговорим о храме, о его разрушении, восстановлении, но и о всех вещах, связанных с этим. Ну, не о всех, конечно, что там мы можем, а о некоторых вещах, связанных с этим. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Итак, Господь говорит, что он готов восставить храм в три дня. Это потом было фактором его осуждения. Говорит, 46 лет строили храм сей, ты ли воздвигнешь его в три дня. А он, говорит Иоанн Богословник, говорил о храме тела своего. То есть воскресшее тело Христова – это и есть храм Божий. То есть тот храм, великий, красивый, как солнце сияющий, полный благодати, наполненный дымом совершаемых жертв, молящимся народом – это был лишь прообраз. Был священный прообраз, начертанный самим Богом, данный Моисею для реализации, но прообраз. А подлинный храм – это Господь Иисус Христос. Есть такой великий иудейский мыслитель, называют его Орел Иудейства, это Маймонит. Это был средневековый еврей, живший, по-моему, в Испании, если не ошибаюсь, который говорил, что Мессия, когда придет, он сделает три вещи. Он соберет народ, восставит храм и исцелит сердце. То есть мы рассеяны, храма нет, и сердце наше чахло. А Мессия все это исправит. Людей соберет, храм воздвигнет, и сердце исцелит. Так вот, все это делает Христос. Именно Христос и есть настоящий Мессия по Маймониду. Хотя сам Маймонид этого не понимает. Христос собрал всех чат рассеянных воедино. Он собрал не только евреев, но и славян, и ромеев, и всяких язычников, и аравитян, и тех, и тех. И сегодня все люди разных племен и кровей, разного цвета кожи, они поклоняются Господу. Это и есть собрание всех воедино. Христос восставит храм. Он это и сделал. Хотя храма там сейчас нет в Иерусалиме, там мечеть золотого купола, арабская святыня, а храма иерусалимского нету. Первый разрушен, потом был второй, второй тоже разрушен, и третьего нету. Арабский храм. Но Христос воскрес из мертвых. Это и есть храм. Говорит, разрушьте храм сей, я в три дня возвигну его. Это он говорил о храме тела своего. То есть воскресший Христос, это и есть храм Божий, который разорили иудеи, который воскрес из мертвых и восстановился. Наконец Христос исцеляет сердце. А кто еще исцеляет сердце? Мухаммад? Нет. Он дает закон и правила жизни, которые исцеляют непослушание. Ислам – это слово, значит, послушный. То есть Адам был непослушен, теперь я послушен. То есть ты стиснут законами, ты слушаешься Бога. Но сердце не исцеляется. Будда, Лао-Дзы, Конфуций, кто-нибудь еще, Ликург, Солон, Платон, Аристотель – не исцеляют сердце. Просвещают разум, но не сердце. Христос один только исцеляет сердце. Вот вам пророчество человека, не верующего в Христа. Соберет народ, восставит храм и исцелит сердце. Христос это и делает. Поэтому Евангелие сегодняшнее вполне относится и к будущему, и к прошлому. Говорит, разрушьте храм сей, я в три дня восставлю его. Это было фактором осуждения, но именно Христа и распяли за правду. Потому что он не лгал, и за правду его распяли. Пока все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»